Монеты, батарейки, ватные палочки, кусочки пищи и даже канцелярские кнопки. Это далеко не полный перечень того, что дети от рождения и старше проглатывают или вдыхают. Чуть только родители отвлекутся и упустят с поля зрения ребенка. Врачи-эндоскописты собрали целую коллекцию извлеченных из детских желудков и дыхательных путей и народных предметов. Я призываю родителей быть все-таки более внимательными к детям по теперешним, потому что используют, в частности, элементы питания, бытовой техники, пульты, детские игрушки. Поэтому все-таки надо смотреть на игрушках, написан возраст, который допустим для данных детей. Распознать, что прячется в крохотном желудке или носовых ходах, очень сложно. Диагностика и оперативное лечение самых маленьких пациентов требуют виртуозной работы профессионалов и специального оборудования. Эндоскопическая служба больницы пополнилась новым, более функциональным оборудованием. Процедура, которая проводится под общим обезболиванием на сегодняшний день многократно и с большой вероятностью осложнений. Под контролем этого прибора и с большой вероятностью, более надежно гарантированно, под контролем этого прибора и других приспособлений уже можно будет это делать более надежно, гарантированно и безопасно. Доктора обещают, теперь ребенок не будет бояться при виде этой черной трубки. Новый фиброгастроскоп позволяет проводить диагностику заболеваний пищевода, желудка и 12-перстной кишки. Малышам с самого рождения. 5 мм против 9. Диаметр нового фиброгастроскопа значительно меньше того аппарата, который использовался в больнице ранее. Этот аппарат для обследования верхних отделов пищеварительного тракта. То есть мы можем осмотреть пищевод, желудок, 12-перстную кишку, тонкую кишку, верхнюю отделку, тонкую кишку. Опять же, я повторяю, что любого теперь уже любого вопроса. Благодаря расширенному функционалу прибор призван облегчить работу врача, а именно улучшить качество изображения внутренних органов, которые специалист видит через введенную внутрь организма трубку. Таким образом, повышается качество диагностики и сокращается время ее проведения. Малыш находится под наркозом всего несколько минут. Стоит аппарат больше миллиона. Без поддержки регионального правительства и спонсоров больница еще долго не могла бы его себе позволить. 300 тысяч рублей на приобретение этого прибора выделил благотворительный фонд помощи детям «Добрый журавлик». Своими силами мы бы собирались еще дольше. Нам помогло правительство Брянской области. По итогам губернаторского балла нам выделены были средства в размере 500 тысяч, которые, собственно, мы и освоили на приобретение этого оборудования. Татьяна Глазова, Максим Кузнецов. События. Брянск.